привет близится новый год а я еще не вышила на подарок своих снеговичков давайте же посмотрим что это за такой набор магнитиков для вышивки я никогда такое не вышивала открываем наборчик ой 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 так это сам снеговичок который буду вышивать вот иголочка производства abris art я хорошо знакома с этой фирмы производителя так входит инструкция и вот всего лишь 1 1 2 3 4 5 5 цветов два желтых одинаковые два черных а разных но это я разберусь вот такой бисер входит в набор так дальше тут идет вот такая вот схемка это я понимаю куда она потом вставляется куда она приклеивается сейчас это что у нас на это обычная картонка а как же быть я не знаю так наверное может она потом вот так приклеиваем вырезается вот это приклеивается и потом магнитик сюда приклеивается ну надо наверное у кого-то посоветоваться как она делается потому что я реально не знаю а вот смотрите бисер входит мы с смотрели инструкция картонная заготовка под обложку под обложку может она вот так идет смотрите она наверно так приклеивается так в натуре она так приклеивается а сюда клеем магнитик вот ведь еще написано место для магнита значит это и есть заготовочка рамочка такая картона это все потом приклеивается все я разобралась так для вышивки бисер есть иголка в наборчик входит хотя у меня есть тоже свое к и вот такие вот ниточки для бисера бисер нужно высыпать в такую вот коробку с ячейками очень удобно спад конфет так у меня тут бисер с другой схемы я к нему не прикасаюсь учетом того что тут очень мало расцветок я просто его высыплю в начало я его не перепутаю первый цвет идет восемьдесят третий вот видите с таким обозначением так берем восемьдесят третий вот написано вот видя на пакетике открываем ножничками и высыпаем в первую ячейку так второй по клеточкам у нас идет пятьдесят шестой это вот такой вот голубенький будет свет тоже открываем и высыпаем так третий по счету идет вот желтый в оранжевой такой каемочкой сорок восьмой сорок восьмых у нас два открываем пока один это идет у снеговика сейчас высыплю весь цвет он попала в соседнюю это идет вот это вот краюшек вот идет окантовочка и также на шапочке он чуть-чуть четвертый цвет красный вот красный открыли добавляем сюда красного что-то я мало отрезала красненький так семидесятый номер следующий черный с желтой окантовочка вот на шляпке у нас этот цвет идет семидесятый вот это вот такой темный цвет но он такой с перламутра таким играющий так мы засыпем вот сюда и последнего 12 это абсолютно черный цвет вот это вот этот вот который у нас последний остался высыпаем сюда вот мы и приготовились по бисеру вот видите 1 2 3 4 5 6 цветов получилось и нужно теперь взять иголочку и заправить нее ниточку специально для вышивки бисером сейчас я заберу эти свои две иголочки я заправила уже ниточку так по схеме вижу как расположены кружочки для бисера что нужно вышивать шум назад иголкой так она и есть вот показанной по инструкции для новичков конечно лучше это все прочитать итак начнем вышивать и я начну с окантовочки смотрите мы прокалываем так прокалываем прокалываем иголочку вот так вот и будем шить берем окантовочка у нас это идет третий цвет вот этот желтенький берем вот так вот и прокалываем вперед получается вот так дальше опять мы также прокалываем вперед берем бисеринку и назад вот видите прокалываем назад вот так вот так опа и бисеринки красиво стоят этот холст нельзя мятиться на потому что потом вы с ним ничего не сделаете она будет помятая надо аккуратненько вот так по одной бисерин очки пришивать смотрите как получается красиво окантовочка и так продолжаем по всему кругу пришивать окантовочку вот я уже заканчиваю вышивать окантовочку так и у меня закончился этот цвет буду открывать хотя его много не надо до конца обшивочки и на шапке но с учетом того что я буду вышивать еще два снеговика я могу спокойно высыпать весь бисер на такие будут дошивать дальше нашу окантовочку вышивку окантовочки по кругу я закончила вот так вот красиво узор получается и с обратной стороны ниточку завязывать обрезать я не буду потому что тут у нас рядом снежинка и я просто перемещусь аккуратно вот сюда и вытаскиваю ниточку так тут у нас по цветам что идет по краям идут белый цвет с голубой окантовочкой а внутри идет голубой с синей окантовочкой и посмотрим что изначально мы будем пришивать вот этот белый цвет а внутри вот здесь вот будем шить вот таким вот бисером и давайте продолжим вот берем первый цвет который был вот так прошиваем так и переходим сюда и берем уже второй цвет он у нас такой голубенький красивый вот так ниточка вот так вот видите и можно передвигаться далее в любую сторону куда вам захочется вышита завязался узелок бывает и такое надо аккуратно вышивать так ниточки бывают капризные вот так распуталась и наши пришиваем опять белые с краю так и вторую голубенькую и так продолжаем вышивать всю снежинку вот я уже заканчиваю снежинку вот видите как она получается конечно из-за вспышки может не сильно хорошо видно и пришиваю последнюю белую бисеринку здесь далее нужно тут поблизости у нас находится этот узор можно перейти вот сюда вот так вот аккуратненько раз и продолжаем вторым цветом вот видите голубое с окантовочкой мы продолжаем все вернусь немножко назад вот так и будем вышивать дальше голубым цветом продвигаться до снеговичка вот так вот вот так получается идет у нас вышивка узорчика и и я продолжаю вот так вот дальше вышивать прошила я вот уже вот видите вот это прошила бисером немножко снеговичка вот внизу и вот здесь вот у меня закончилась вторая ниточка вот уже чуть-чуть осталось нужно аккуратно и и нам закрепить закрепляйте очень аккуратно чтобы не проколоть иголочкой на внешнюю сторону я обычно вот цепляю за прошитую ниточку так и делаем узелок ниточку обрезаем и все сейчас буду продолжать вышивать дальше снеговичка снеговичок все преображается так я дошла уже вот на рукавах идет красный бисер давайте еще вместе пришьем красные бисеринки на рукавах у снеговичка это наверное на рукавичках у него такая окантовочка дед ну понятно что у нас один оттенок красного поэтому тут можно так сказать не глядя брать цвет бисера так и также возле красного у нас вот идет другой цвет это он у нас будет семидесятый так сейчас еще пару штучек красненьких пришьем на манжетике вот вот так и сюда вот такие манжетики получились и перейдем вот сюда и пришьем первого мудрого какой-то черный так сказать он такой красивый играющий цвет так и сюда что ниточка постоянно запутывается бывает такое сейчас я ее распутаю распутала ниточку и буду продолжать вышивать снеговичка вот сюда вот вниз и дойду потом до пуговичи красного цвета обшила я уже вот низ снеговичка второй манжетик и перехожу к пуговичкам вниз я буду спускаться и вышивать одну сторону и потом чтобы мне подняться наверх буду вторую так берем красный цвет и тут видите как оно идет по узору и будем пришивать вот так вот сначала одну сторону вы можете вышивать так как вам удобно с любой стороны так сейчас еще две бисеринки здесь на эту сторону теперь остальные бисеринки в наших пуговичках так первая пуговичка готова и сейчас остальные две ну вышиваем так вторая пуговичка и еще две красные бисеринки вот такие пуговички на снеговичку получились и дальше продолжаю вышивать нашего снеговичка вот дело дошло уже и до шляпки так шляпка вышивается изначально черным цветом вот обычным черным цветом сейчас тут у меня вот я смотрю поэтому четыре бисеринки ай пальчик уколола с обратной стороны бывает так три четыре так решила четыре далее идет черный цвет с желтой окантовочкой это у нас идет значит другой черный цвет он такой черно-синий с перламутром и пришиваем дальше его тоже надо смотреть в каком направлении наши кружочки нарисованы и так пришивать чтобы оно все было красивенько так вот тут уже добралась и и до красного цвета так и желтенького но я наверно сначала вышью контуры всей шляпы сколько у меня хватит ниточки а потом уже оформлю 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 орнамент на шапке ну вот так вот оно красиво получается вышиваем дальше вот так вот я уже вышила шляпку у меня уже заканчивалась ниточка я ее поменяла и переходим к вышиванию красным и желтым цветом так декорируем нашу шапочку красным и желтым бисером по вышивке ой до вышивала я уже шляпку и ниточка у меня тоже закончилась вот такой вот снеговичок шляпки у меня уже получился до вышиваю сейчас еще вот эти четыре снежинки и к вам возвращаюсь как они вышиваются мы начинали вот сначала все закончил работу и вернусь ну вот я и закончила вышивку первого магнита снеговичка так вот такой вот красивый он у меня получился и начала вышивку второго снеговичка но вышиваю я его немножко по другому сейчас объясню почему и как но решила попробовать смотрите так я возьму иголочку в этой вышивке я пришивала бисеринку вот прокалывала снизу и сверху ну то прошивка и шла снизу вверх и бисеринка поэтому получалось укладывалась укладывалась не так как на картинке а в поперек вот видно на снежинке что тут идет в поперек а тут я уже пришила вдоль видите сразу немножко меняется вид снежинки и поэтому я сейчас эту схему вышиваю с пришивкой не снизу вверх прокалываю иголочкой а справа налево или слева направо то есть поэтому получается тоже очень красиво оригинально ну буду доделывать своих снеговиков так теперь расскажу что я буду делать с ними далее далее этот холст намазать можно специальным лаком для холста и тогда оно будет блестеть и пыль когда будет попадать будет лучше стряхиваться места не зашитые бисером я намажу этим же специальным лаком затем в наборе входила вот такая рамочка я так понимаю нужно вот так вот приклеить наш холст до рамочки внутри вот так вот оно потом оформляется и так же прикрепляется магнит на вот это место вот так и все и новогодняя такая новогодний магнит будет отличным подарком я думаю все останутся довольны ну все вам пока пока спасибо что были со мной если вам понравились мои видео подписывайтесь все удачи подписывайтесь и подписывайтесь подписывайтесь на подписывайтесь